У меня очень актуальный вопрос по поводу моего поколения. Тогда я точно не ко мне. Я ваше поколение плохо знаю. Просто вот, учитывая ваш опыт жизни, научите бороться с ленью или как-то вот... Как быть вообще? Вы деньги откуда получаете? Я сейчас подрабатываю. Что сейчас? Подрабатываю. Правильно. Хватает денег? Вот лучший борец с ленью – это жадность. Вот когда вы захотите заработать больше денег, вот с этого начнется ваше желание что-то уметь и делать лучше. Понимаете, будьте жадным. Надо быть очень жадным, но не на себя. Не на себя. Надо жадно поглощать знания, надо жадно хотеть успеха, надо жадно к нему стремиться. Надо уважать себя настолько, что вы свою работу требуете получать достойные деньги, которые вы будете тратить на тех, кому эти деньги нужны больше, чем вам. Вашей семье. То есть быть эгоистом, да? Нет, наоборот, потому что вы эти деньги тратите на семью, поэтому вы не эгоисты. Быть эгоистом глупо, эгоисту как раз ничего не надо. Эгоист хорошо женится, откинется и будет говорить жена «корми меня». Такой в эссуале лоханкин, вот это законченный эгоист. Надо быть жадным до успеха, до развития, жадным до времени. Надо быть идиотом, чтобы быть лентяем, потому что жизнь проходит, с сегодняшнего дня уже больше никогда не будет. На что ты потратил сегодняшний день? Чего ты добился? Что ты смог в своей жизни? Вот пройдет время, Господь тебе придет и спросит «ну, что смог?» Это скажешь «ну, мне было лень». Но я собирался, я не успел. Я учился, я готовился. Ну, чуть позже я начну. Всегда смотри и думай, тебе сколько сейчас лет? Двадцать. Двадцать лет. Посмотри, сколько людей в двадцать лет уже как много вещей успели сделать. Двадцатилетние выиграли Великую Отечественную войну. Двадцатилетние – это уже все, уже надо вовсю пахать. Ребята уже есть, олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта, выдающиеся музыканты. Молодые ученые, математики обычно в двадцать лет уже как раз на подходе что-то делают. Нельзя себя жалеть. Надо все время быть жадным до жизни, до каждого момента. Вот он здесь, ты его возьми, он твой. Я полежу на диване. Диван никуда не денется, ты денешься. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Спасибо.